МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вещания украинских телеканалов и радиостанций в Крыму будут глушить с помощью технических средств. А самое главное – духовность. Духовность-то на высочайшем уровне. Милонов попросил ввести в медицинских вузах курс духовного образования. Вот где новаторский, а главное – эффективный подход. Зажимы, скальпели – все это вообще русофобские изобретения. А так молитву перед операцией прочитал, и, как говорится, Бог в помощь. Он может больного и благословить, и яичком выкатать. Может быть, эти штуки будут шепотная молитва. Может, заодно, чтобы два раза не вставать, еще и осветить холодильник, автомобиль. Ну, как положено. В общем, стоять пиндосом на коленях годами. Причем, начиная от медицины, заканчивая кино. Поверь мне на слово, это место меняет человека. Неужели? Каким же образом? Раньше я был белым. Судите сами. Берем по рецепту. Михалков – одна штука. Слава России! Вот, посмотрите, в него. Садорнов – одна штука. Пошли вон из нашей страны. Добавляем этих двух орлов в команду авианосца «Адмирал Кузнецов». Тщательно перемешиваем. И через месяц-другой получится такой горячий ремейк. То ли голого пистолета, то ли полицейской академии, что полпланеты животы со смеху порвет. Авианосец «Адмирал Кузнецов» признан одним из лучших подразделений Северного флота. А главное, что даже сценарии никакого писать не надо. Просто пусть плавают и боевые задачи выполняют. Ведь который месяц подряд корабль, призванный наводить страх на врага. «Адмирал Кузнецов» может потопить вражеский флот одним залпом. Даже без задорного с Михалковым наводит ужас разве что на создателей фото-жаб. У людей уже руки устают рисовать после каждого нового залета этого флагмана флота российского. Пусть-пусть поклевещут хохлы. А спорить с необычайной эффективностью адмирала Кузнецова как бы глупо. У нас так рассчитано по ТТЗ было задано, что вот одним носителем мы должны поразить авиационную группировку. И здесь вот вообще не поспоришь. Судите сами, Кузя разбирается с российской авиацией так лихо, что никакого ИГИЛ не надо. МИГ-29К потерпел аварию при заходе на посадку на авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Минобороны подтвердили потери истребителя Су-33 во время посадки на авианосец «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море. Впрочем, вы особо не удивляетесь, если уже на следующей неделе они расскажут, что это не очередной провал, а совсем даже наоборот гениальное достижение российской науки. Мол, самолет, плюхнувшийся с авианосца в океан, моментально превращается, превращается в подводную лодку. А тут у канала «Звезда» фильмец уже готов. Создатели Кузнецова и это предусмотрели. И не надо думать, что это троллинг или какое-то преувеличение. Вот просто посмотрите, кого уже назначили виновным в позоре флагмана российского флота. Причина аварии уже известная. При посадке на авианосец «Адмирал Кузнецов» оборвался специальный трос, который должен был удержать истребитель на палубе. Комплектующие аэрофинишера, из-за которого свалился Су-33, сделаны на Украине. Так вот оно чего, Михалыч, вот все сразу одним местом почувствовали, что не могло в этой истории без козней хохляцких обойтись. Остается лишь, чтобы Следственный комитет разобрался в вечном вопросе. Так канат или трос? А это не канат. А что это? Это трос. Где трос? Не отвлекайтесь, тяните свой канат. И сразу можно новые уголовные дела против Украины возбуждать. Причем этот Степан вовсе не из-за злорадства, мол, гляньте, у соседа корова сдохла. Просто это действительно смешно, когда миллионы людей искренне верят в то, что они сверхдержава. У Запада нет сегодня реальных шансов остановить Россию ни военным путем, ни экономическим путем. Грозятся за два дня дойти даже не до Львова, а до Берлина, но при малейшей проблеме тут же тычут пальцем на соседа. Лайф нашел однозначные указания на то, что в авиафинишорах и на Викромадите, и на Кузнецове использована импортная продукция украинская. Ребятушки, а мы все правильно поняли? Ничего не перепутали? Значит, Великий флот накрылся медным тазом из-за фашистующего каната? Причем это же далеко не единичный случай. Специалисты выясняют причины аварии ракеты-носителя «Союз-У», которая должна была доставить на Международную космическую станцию грузовой корабль «Прогресс». Мы, ну, на секретной базе НАТО в Эстонии, даже поспорили, приплетут они к этому украинцев или нет. Версии были самые разные от визитки Яроша до хохлушки-поварихи, готовившей борщи главному конструктору. В какой-то момент казалось, что свершилось чудо, и на этот раз обойдется без бендеровских провокаций. Но в Москве, видать, просто не смогли быстро придумать стоящую легенду. И вскоре появилось вот это. В крушении прогресса может быть повинна Украина. Ну, что тут скажешь? Сверхдержава сотого уровня. Ты даже не падаешь, а тупо сидишь в луже. При этом в твоих мокрых штанишках виноват кто угодно, кроме тебя самого. Ну, а так, да, трепещи, Вашингтон. Главное, чтобы опять канат не порвался. Впрочем, ученые Всколково давно доказали, что никакие канаты и тросы, купленные у бендеровцев, не сравнятся с крепостью русского духа. Мы вас уже распомним к чертовой матери. А вы сейчас со своей записью здесь будете стоять. Вот мы когда пишем что-то вроде «Трепещи, Вашингтон», это ж как бы ирония, и не более того. Но есть миллионы товарищей, для которых нагнуть Америку – это весь смысл жизни. Ну, вообще тяжело предположить действия шизофреника, но давайте просто попытаемся это сделать. Вот взять хотя бы того же Саньку Захарченко. Мы не знаем, к каким узкопрофильным специалистам ему стоит обратиться. К сексологу это или к психологу. Но у мужчинки явные проблемы. Его постоянная привычка брать ртом – то Киев. Рассказал, что думать, как Захарченко будет Киев захватывать. То Одессу. И мы гнили в Одессе. Ахимсоник, Николаев, Зёдов, Сёдов, 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 Сёдов. Из рубрики «Поржали и забыли» забрела, кажется, в совсем уже нездоровой дебри. Собрался, значит, команданты проведать Виллиана в Челси. А заодно Бенни Хиллу ай-яй-я устроить. На самом деле нужно брать даже не Берлин, нужно его пройти, взять Британию, всю вот таковую. Вот зло всей нашей российской, всей нашей судьбы российской, это сидит, это англосаксы. Слыхали, братцы? Так вот оно, оказывается, в чём загвоздочка-то была. Англопроклятые русским людям жить мешают. Именно из-за них пол Макеевки в грязюке кувыркается. А вот возьмём Лондон и тогда заживём. Если мы его возьмём, ну, по всем там нашим предсказаниям наступит золотой век России. А пока королева Англии в ужасе пакует чемоданы, мы позволим себе отметить. Так круто! Санька ещё ни разу не брал. Впрочем, да что там мы, лидера, секты, братьев языком, на смех подняли даже боевые недоросы. Куриный генерал Захаченко Саша решил брать Британию. Да, это идиотизм, как и всё остальное, что глаголит сей сказочный ряженый олень. Тут остаётся лишь предположить, что после Лондона Вашингтон будет, а после Вашингтона возьмётся Захар за соседние галактики. Ничего удивительного, ну, психология у человека такая. Нельзя самому хорошо жить, надо, чтобы всегда мешал кто-то. Ему кажется, что если он объявит войну Англии, то, может быть, англичане всё-таки ведут войска, и он сможет сдаться. В Россию не берут. Ну, куда? Сдаваться в плен британца. Ну и, конечно же, мы не поленимся ещё раз указать Саньке на то, что плохо малыш зубрит методички. Вы не поверите, но он снова забыл, что давным-давно якобы поймал исполнителей убийства Моторолы. Последняя информация с Донбасса. Найдены и задержаны убийцы командира Моторолы. Найдены убийцы Моторолы заявление МГБ ДНР о ходе расследования. Глава ДНР назвал имена убийцы Моторолы. И спустя три недели опять сел в лужу, ляпнув вот это. Подробнее, если можно, всё-таки про Арсена Павлова, в какой стадии находится следствие. В ближайшее время я выступлю перед жителями ДНР, и многие вещи я просто перечислю тех людей, которые к этому причастны. То есть, которые имеют посредственное отношение, либо руководили этими процессами. Санёк, так кого ж ты опять ловить собрался, если все давно пойманы? Мизантропик дивижн, мы же ничего не забыли. В городе Донецке задержаны шесть активных членов Украинской нациалистической организации Мизантропик дивижн. И в таких вот позорных примерах вся их недореспублика. Где главари то отжигают всему миру насмех, то так завираются, забывая, что рассказывали ещё пару недель назад. Впрочем, всё как всегда, ничего нового. Ну и, как говорится, то ли ещё будет.